В Казанском технопарке имени Башира Ромеева презентовали беспилотный трактор Казанского федерального университета МТЗ-112. Недавно им был показан, допустим, малый трактор. Это малая сельхозяйственная угодья, ну, словно говоря, небольшая ферма, либо даже там приусадебный участок, где у вас есть там 2-3 трактора, где вы для них просто создаёте задание на Башире, и они спокойно, что называется, его выполняют без вашего личного участия. Статистика растёт. В России за сутки выявлено более 53 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Назальная вакцина, в отличие от внутримышечной, защищает не только наши внутренние органы, легкие, например, но и вырабатывает так называемый мукозальный иммунитет. Казанский федеральный университет открыл футбольный сезон. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Людмила Давыдова. Дмитрий Таюрский назначен на должность первого проректора, проректора по научной деятельности Казанского федерального университета. Напомним, ранее его должность звучала как проректор по научной деятельности. В Казанском технопарке имени Башира Ромеева состоялась презентация беспилотного трактора Казанского федерального университета МТЗ-112. Над проектом работали представители Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ совместно с ТОО, ТПК, МТЗ, Татарстан. Неужели тракторами будут управлять пультом? Ответ ищите в нашем сюжете. Можно использовать на фермах, где заменить человеческий труд. И на автономном режиме здесь есть электрическая часть, чтобы не было загазованности. Троника российская полностью, российская, софт российский. Но здесь задача не просто показать возможности беспилотной техники, а задача сделать серийно выпускаемый образец. И самое главное, что этот образец должен быть вострен. Завершился взят делегации Республики Беларусь в главе с премьер-министром Романом Голченко в Казань. Гости из Беларуси посетили несколько предприятий Республики Татарстан. В рамках визита в Казань делегации продемонстрировали успехи работы над совместным проектом МТЗ Татарстан и Казанского федерального университета. Первый беспилотный трактор. Он стал первой ласточкой большого проекта по созданию серийных образцов и управляющей платформой высокоавтоматизированных транспортных средств, предназначенных для агрохолдингов и фермерских хозяйств. Проблемы стареющего населения и нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве сталкивается большинство развитых стран. При этом спрос на сельхозпродукцию неуклонно растет, что создает угрозу для продовольственной безопасности стран и мотивирует фермеров активно внедрять автономные технологии. Беспилотные тракторы и техника уже успешно справляются со многими трудоемкими задачами. Посадка, прополка и уборка овощей и плодов, опрыскивание и борьба с сорняками, внесение удобрений и полив культур. В рамках программы стратегического и академического лидерства «Приоритет-2030» институтом вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета совместно с МТЗ «Татарстан» был разработан макетный образец беспилотного тракта. Владелец при усадебном участке хотя бы АКРОВ-10, ему это понятно, он может купить этот небольшой трактор, он стоит до миллиона рублей, он может в свою планшету задать ему задание, он будет прекрасно работать. Это значительно даже дешевле, чем даже человека нанимать. Оператор управляет трактором в дистанционном режиме через специальное разработанное программное обеспечение, может управлять трактором даже с планшета. В режиме стратегического управления трактору указывается конкретный маршрут, который он должен проехать, и система проезжает. В режиме тактического управления операторам выдается конкретная задача, например, доставить груз в конкретную точку, и система автоматизированного трактора сама принимает решение, как выполнить задачу, опираясь на анализ фоноцелевой обстановки. В рамках разработанного макетного образца частично реализован функционал для каждого режима. кстати, его масштабировать уже на уровне союзного государства, но, что называется, если все получится хорошо, для того, чтобы инициировать такую достаточно глобальную программу сначала по пилотной эксплуатации данных, транспортных средств, потом уже широкомасштабному внедрению. Слава на днях КФУ получил средний трактор из линейки продукции МТЗ. И специалисты Института вычислительной математики и информационных технологий приступили к работе по его модернизации. Многообещающие перспективы ожидает беспилотный трактор с высокой степенью автоматизации. Карина Бравцева, Фарид Захитоглы, Универньюз. Осень плотно вошла в свой привычный график, а это значит, что раз заболеваемости коронавирусом и другими простудными инфекциями возрос в разы. Какая статистика на сегодняшний день и как обстоят дела с вакцинацией, смотрите в сюжете. Коронавирус продолжает бить собственные рекорды. По данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено более 53 тысяч новых случаев заражения. Выздоровело более 57 тысяч человек, а умерли 104. Статистика не радует горожан, однако это еще полбеды, ведь к злосчастному ковиду активно присоединяется и грипп. По словам эксперта, вакцинироваться необходимо, вопрос лишь подачи препарата, инъекционно или интерназально. В университетской клинике Казанского федерального университета уже около месяца практикуется введение назальной вакцины. Назальная вакцина, в отличие от внутримышленной, защищает не только наши внутренние органы, легкие, например, но и вырабатывает так называемый мукозальный иммунитет. То есть оптимальная схема вакцинации, это когда сначала человек вакцинировался спутником ВИИ, получил оба компонента, первый и второй компонент, а ревакцинировался назальной вакциной, потому что тогда у него не только происходит укрепление общего иммунитета, то есть иммунная система, которая борется, например, с вирусом в легких, но и защищает слизистые от проникновения вирусов в организм человека. Осень – время роста респираторных вирусных инфекций. Ежегодно от гриппа прививаются около 40% россиян, так как считают вакцинацию наиболее эффективным средством защиты. В этот период необходимо особенно важно отнестись к здоровью себя и своих близких. К словам главного научного сотрудника Института фундаментальной медицины и биологии Альберта Резванова, самым эффективным способом защиты будет ревакцинация назальной вакциной. К слову, в Минздравом России одобрена одновременная вакцинация от COVID-19 и гриппа, не делая между прививками месячной паузы. Действительно, можно вакцинироваться одновременно и от гриппа, и от ковида, но именно если это делается в один день. Если это делается последовательно, то там нужно выждать месяц после предыдущей вакцинации. Поэтому сейчас, если вы решили ревакцинироваться, то оптимально еще и ревакцинироваться от гриппа, потому что у нас на носу сезон респираторных вирусных инфекций, в том числе и гриппа. И поэтому, чтобы, во-первых, дважды не ходить, во-вторых, чтобы максимально себя защитить, я бы лично сейчас рекомендовал вакцинироваться и от гриппа, и от ковида. Напомним, что с 19 по 23 сентября в Казанском федеральном университете работал выездной прививочный кабинет. Специалисты университетской клиники КФУ проводили иммунизацию сотрудников от коронавирусной инфекции и сезонного гриппа. В униклинике же иммунизация осуществляется с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00. В выходные дни с 8.00 до 16.00 по адресу Вишневского 2А. Екатерина Аскарова, Универньюз. Казанский федеральный университет открыл футбольный сезон. Два института поборются за суперкубок КФУ. Подробности в следующем сюжете. Уважаемые преподаватели, уважаемые гости, позвольте прежде всего вас приветствовать сегодня здесь, в этом прекрасном спортивном зале, от имени ректора Казанского федерального университета Ленарина Часафина, от имени всего ректората и поздравить с этим очень красивым, знаменательным днем. 23 сентября в спортивном комплексе «Бустан» официально открыли футбольный сезон. Помимо того, что это первая серьезная игра после перерыва, зрители привлекло то, что сражались два института за суперкубок КФУ. Команды Института международных отношений и Института экономики и управления финансов пришли в зал задолго до начала матча. Игроки разогревались под любимую музыку и возгласы болельщиков. Я играю за сборную нашего института, Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Я очень люблю этот вид спорта и очень часто хожу на матчи. Я надеюсь, что ребята покажут там классную игру и зададут классный ритм для начала футбольного сезона. На самом деле у меня огромное ожидание от этой игры. Я пришла сюда для того, чтобы посмотреть на красивую игру, а нежели для того, чтобы болеть за кого-то конкретного. В этом году у нас очень классный состав, очень много новых, очень много заряженных спортсменов. На самом деле я огромный фанат футбола и, в принципе, любых других видов спорта. И УЭФ, и ИМО, два принципиальных соперника, которые немало встречались на соревнованиях, создавали самые яркие и захватывающие игры, устраивали полный эмоциональный бум. Напомним, что финальную встречу сборных на Кубке КФУ прошлого сезона забрал эконом и снова оставил международников без золота главного турнира по мини-футболу. Однако, что было раньше, остается в прошлом. Сегодняшний матч за Суберкубок открывает вообще не только футбольный сезон в Казанском федеральном университете, но и вообще весь спортивный сезон. Вот сегодня встречаются Институт международных отношений и экономисты. Хорошие составы у той и другой команды. Я думаю, получится очень интересный матч. Ну и, наконец, переходим к самому интересному, к результатам сегодняшнего матча. Институт международных отношений оправился после прошлой неудачи, восстановил свои силы и разгромил Институт экономики и управления финансов со счетом 4-1. Победа была чистая, без явно грубых нарушений, однако под конец матча нервы начали сдавать у игроков обеих команд. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. В детском саду Казанского федерального университета мы вместе появилась возможность пройти диагностическое обследование по протоколу наблюдения АДЭС-2. Это тест, позволяющий оценить особенности общения, социального взаимодействия и игры ребенка. Процедура представляет собой диагностическое занятие длительностью от 60 до 90 минут. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча победителя национальной премии «Студент года» Дениса Давыдова со студентами первого курса. Напомним, студент Казанского университета Денис Давыдов завоевал гран-при российской национальной премии «Студент года-2021». Теперь он носит звание лучшего студента страны. На встрече со студентами Денис рассказал об истории своего успеха и о том, какие программы «Стажиров» доступны студенческому сообществу в настоящее время. В принципе, за студенчество я бывал в разных ролях. Я организовал мероприятия, я и был корреспондентом, и снимал, в принципе, как оператор, и был спортсменом в роли спортсмена, и был уже полноценным работником, и тренером по футболу, в общем, кем только не был. Потому что я хотел попробовать себя, что мне ближе, что мне нравится больше. А если ты уже определился, то просто делай, просто бери и делай. Потому что не всегда успеха добиваются талантливые люди или те, у кого есть изначально больше возможностей. Успеха добивается тот, кто просто делает. Завершился международный форум «Казань Диджитал Вик». Участниками стала деликация Казанского федерального университета. Одним из спикеров выступил проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности Дмитрий Пашин. В Минске завершилась 25-я международная выставка технологий и инноваций в промышленности техинопром. На ней свои разработки в области искусственного интеллекта презентовали ученые Казанского федерального университета. На этом все. В студии была Людмила Давыдова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok